Это футбол, брат, шоу, которое позволит вам избавиться от осенней депрессии. Детей отправили в школу, жен на работу, завариваем чаек, вас ждет кайфуха. Друзья мои, для начала хочу поприветствовать в нашей студии, вернувшегося к нам Андрея Аршавина. Андрей, позволь я поприветствую тебя так же, как Арсен Венгер. Hello, Andrew. Думаешь, он так говорил? А я не помню. Ты не помнишь? И он тоже тебя не помнит. Может, он и не здоровался. Ну приветствовал Андрея своего. Я ухожу. Да, как вы заметили, что у нас сегодня нет Тимура. Почему? У него аллергия на вьетнамскую еду, видимо. И он решил не обнажать. Я понимаю, не имею в виду, ни на одну утреннюю запись я вообще не опоздал. Одна самая последняя, до которой можно было доспаться так, как он посчитает. Смотри, на прошлой программе предатель, ведущий. Да. Смотрите, впервые в истории в этом формате. И вообще, по-моему, это футбол-брат Тимур пропускает. И вообще удивительно, мы сегодня записываем специально очень поздно, потому что мы выцепили единственного действующего тренера. Человека, который готовит нашу сборную, национальную сборную к сражению против вьетнамцев и тайцев. То, что мы делаем сразу же по прилету в Бангкок и Ханой, вы это сделаете на поле. Готова команда? Давай сразу ясность несу, чтобы телезрители понимали. Мы участвуем в турнире, который будет проходить в Ханой из трех команд Таиланд, Вьетнам, Россия. Все матчи пройдут в Ханой, Россия играет первый матч пятого и второй матч седьмого. Мы помним. Еще у нас Лионель, добро пожаловать снова. С тобой мы сегодня пообсудим. Я помню, что все скучали. Ты изучал сборную Вьетнама, что тебя больше всего поразило? Это вопрос Николая Николаевича хотел сказать. Они изучали сборную Вьетнама по фильму «Апокалипсис сегодня» и «Взвод Оливера Стоуна». Ты как изучал сборную Вьетнама? Я по флагам. Отличный флаг. Поплакал? По флагам. А я напоминаю, что эти две команды, здесь команда Тимура, которого сегодня в капитанской повязке, который ты с цветов где-то, видимо, сорвал. Нет, да, чуть-чуть грудинского флага. С трусов этого сорвала. Соревнуются с командой Влада. И сегодня вы можете так немножко скинуть их с Олимпа. Чуть позже скажем про счет. Переходите и подписывайтесь на эти каналы в Телеграм-канале по ссылке в описании. А также в Ютьюбе и в ВК. Добро пожаловать, ставьте лайк и распространяйте это видео. Ну что, двоечники, давайте разберем ваши прогнозы. С прогнозами на точный счет в этот раз обе команды промахнулись тотал. Попали только с исходом в матче Реал-Бетис. Плюс команда Тимура угадала исход в игре МЮ и Ливерпуля. А вот с прогнозами на события дела обстоят лучше. Команда Тимура угадала, что Реал забьет гол с 61 по 75 минуту. Это Рома принес. А Байер подаст больше 3,5 угловых в первом тайме. Здесь, как говорится, как дети в школу зашло. А у команды Влада даром зашел дубль Мбаппе. И больше полутора в каждом тайме в матче Байера и Лейпцига. Замечательно. Еще обоих команд зашли рандомные прогнозы. Удар в створ в первые 10 минут матча Байер-Лейпциг. А у Влада вышедший на замену игрок пробьет в створ. Напомню, что рандомные прогнозы у нас умножаются на 2. Поэтому вот банки команд. Тимур 76 920. Команда Влада 69. Здесь задержимся. 820. Догоняют потихонечку. То есть 10 тысяч был разрыв на прошлом выпуске. Сейчас уже буквально сущие копеи. Если бы все наши зрители взяли из этих наших событий не точный счет, а вот именно из этих событий, которые все совпали, экспресс, то получился бы просто бешеный коэффициент, который просто в одно рылу любой точный счет делает. Да? Да, в общем-то просто. Я хочу, кстати, добавить. Там многие исходы мы бы угадали. Ну, то, что Реал выиграет, там, с крупной разницей. Только непонятно, сколько забьет. Я для телезрителей хочу сказать, что, да, счет – это такая история, которую сложно угадать. А вот сам прогноз, что он, в принципе-то, был правильный. Дубль Мбаппе вообще был нарисованный. Андрей, а ты следил за то, как тут Владислав каждый раз ставил против Барселоны? Я так и понял, почему зашел. Перед первым туром чемпионата Испании он сказал, что после трех или четырех? Да. После трех или четырех туров в зоне вылета будет Барселона. Нет, я только вчера его увидел. Он мне успел все рассказать и продумал Мбаппе, прибежал там в эфиры, показал это. Чего, блядь? Человек чем живет, блядь? У него чисто Питер гоняет, блядь, кто сейчас к турниру готовит. А он, мне кажется, заслужил вот такое времяпрепровождение своей карьеры. Я в испанском чемпионате набираю форму. Вот сейчас по Мбаппе стало понятно. Это хорошо, что прогноз Барса валидорит не дошел до нас. Я бы честно, честно взял бы две ставки. Валидорит плюс полтора и валидорит за билет. Нам бы хотелось все-таки, чтобы ты на нас форму не набирал на нашей команде. Нам нужен такой игрок уже, как серьезный. А форму набирали бы капитан, не просто игрок. На «Спартаке». Вот когда приезжает тренер набираться форму на «Спартаке», мы все его называем «Спартак», «Зенит». Нужны тренеры, которые уже здесь и сейчас дают результат. Александра Солдакенко в сборную вызвали ровно вот здесь и сейчас. И поэтому он уехал здесь и сейчас. Это тут каким образом, я не пойму. Тебе капитанскую дали, и у тебя что, уже эйфория покатила, что ли? Да. Николай Николаевич, давайте перейдем от эйфории Нагучева. Так, как это делал Тимур. В эйфории. А Тимур, у меня вопрос к вашей команде. Почему ты сел в капитанскую пресс? Да, сам Тимур-то знает, кто его замещает вообще? А позвоним ему? Нет, почему ты? Можно позвонить Тимуру? Так завещал Великий Ленин. А ты обсудил с Дорским, например, ну с ним ладно. Первая кандидатура была вообще-то я. Куда? И кстати, ты Тимура мог бы легко заменить. Ну, сложно. А, Саш, что ты думаешь по поводу... Когда Николай Николаевич посидел на всех этих местах в течение одного чемпионата Европы, мы не задавали таких вопросов? Просто когда он посидел, мы не задавали ему вопросов. А посидел я, как-то только прибыл к вам вот. Николай, на самом деле, был Евро, он поиграл на всех позициях. И слева, и в центре, и справа. И когда камеры вырубались, он продолжал играть. И прямо сейчас он говорит о том, что у него нет определенной позиции. Он не сделал и нигде. Куда идет современный футбол? Как Тойота Калдина. Современный футбол? Андрей Сергеевич знает. А универсал в Вьетнаме и в Вьетнаме. И вот так вот, Николай Николаевич, давайте так. Не хватало, не хватало. Не хватало, Андрей Сергеевич. Давайте начнем нашу рубрику, которую любят миллиарды телезрителей по всей планете, которая называется «Тренерское искусство». Но сегодня она будет с ароматом звездочки, мазит звездочка. Вьетнам-Россия. Что нам ждать от этого матча? Ну вот много разговоров ходило о том, что переходить Россию в Азию, не переходить. Что там нас ждет, какие соперники, перелеты, логистика. Вот все мы сейчас будем опробовать. Мы впервые летим туда, далеко нам лететь. Мы играем с азиатскими сборными. Встает вопрос логистики, встает вопрос акклиматизации. Потому что все-таки два матча у нас, да? И разница во времени. Вопрос, какой массаж взять? Ноги или все тело? Звездочкой? Я думаю, звездочкой тебе все тело не надо. Там-то болит. Потому что в твою юность уже звездочки не завозили. Еще как завозили. Мы с Владом звездочку застали. Поэтому тебе... Ниже пояса я тебе не советовал звездочкой. Афизоатрон. О, это великая мать. Значит, да, мы приехали играть. Там было лет по 15, чемпионат какой-то СССР еще был. И союзные республики. У нас Ленинград приехал. И, значит, парню болела спина. Он эпизоатроном натер себя спину. И, естественно, когда он вышел, начал потеть. У него все туда потекло. Он с таким визгом убежал. Апизоатрон это брат звездочки просто. Но это реально, ниже пояса нельзя мазать. Да, он это сделал. Вообще, везде, где есть слово трон, я стараюсь это сразу же использовать. И Афизоатр. Повернемся к матчу, пожалуйста, Николай Николаевич. Как сборная готовится к матчам с Вьетнамом и Таиланом? Вот сегодня, наконец-то, в полном составе мы заехали в Новогорск. Пальцев завтра с утра приезжает. И также Зиньковский и Адамов. В связи с тем, что, как обычно, перед каждым сбором есть травмированные, заболевшие. Поэтому идет смена. Так как мы играем два матча через день, то есть пятого и седьмого, то есть мы уже готовимся играть двумя составами. Поэтому отсюда и выбор полевых игроков. Где-то у нас поедет 25 человек. Кузяев туда прилетит, уже в Таиланд, в Ханой, во Вьетнам. Скажите, а игроки сборной Вьетнама уже знают, что они футболисты? Заметил реакцию на свою шутку? Да. Заметил реакцию Николая Николаевича, как ему оправдываться, если бы он сейчас сказал нет. Результат был бы не очень. Это вы изучаете сборную Вьетнама по азиатскому меню. Для вас они все там том-ям. А мы скрупулезно подходим к каждому игроку. И у нас пять том-ямов. И как скажет главный тренер, ну и? И поэтому мы изучаем, как играет Вьетнам. Кто-нибудь здесь знает? Николай Николаевич. Не вы не знаете, давайте начинаем. Корейский тренер руководит этой сборной. 3-4-3, они используют схему. Южно-корейский или северно-корейский? Южно. Северно-корейского не выпускается. Мы с Лионелем обсудили то, что в сборной Вьетнама 4 футболиста по фамилии Нгуэн. Пять. Пять. Пять футболистов по фамилии Нгуэн. На каких позициях? Вы вызвали Пальцева, а они Нгуэна пятого. Они тоже универсили. Братья Нгуэна играли. Братья Нгуэна играет везде. А можно пару вопросов по сборной России? Можно. Можно. Покажите пару составов. Давайте вернемся на предыдущий слайд. По каким принципам, по каким критериям вызван, собственно, да вызван Антон Деньковский, Андрей Мостовой вызван изначально и Никита Кривцов? Никита Кривцов сразу вызван, правильно? Да вызван. Спасибо. По каким? По спортивному принципу вызывается... Никита Кривцов не попадает в стартовый состав Краснодара. Никита Кривцов не попадает, да, он выходит на замену, но в этой позиции он доступен сейчас, потому что очень много травмированных футболистов у нас, и поэтому мы, исходя из того, что будем играть двумя составами, нам нужно на каждую позицию два человека. Радима, а почему наш любимый футболист не вызван? Ну, он хорошо выглядел, как это? Из Спартака. Умяров? Соблев? Да. Он уже из Зенита. Умяров? Мы продолжаем следить за Умяровым. Ну, он стал лучшим футболистом сейчас в матче Зенит-Спартака. Благодаря тебе. Нам. Нам. Сколько нас? Нас двое. Нам, 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 нам. То есть вы со Спартак хотите... Посмотрим, как ты сейчас едешь с этого. Вы хотите дезинформацию внести какую-то уже в Спартаковские ряды? Я хочу к Андрею Аршаюну сейчас вопрос. Андрей, ты, может, помимо того, что Умярова нет, как ты можешь еще прокомментировать вот этот вот состав? Тем более, что 9 футболистов из Локомотива здесь. Почему вы остановились на 9? Почему не 11? Почему в Локомотиве самое хорошее? Почему ты хотел обратиться ко мне, а переправил вопрос? Нет, нет, я хочу, чтобы ты прокомментировал. Ну, и я что могу сказать? Хорошо, что Солдатенков понимает футбол лучше, чем тренер сборной и сам отказался играть. Потому что он, честно, первые те туры, которые он провел, он просто не заслуживает вызова. И отрежский штаб его вызвал. Ну, видишь, он, видно, понял, осознал вину и сказал, что у него травма и не поехал. Думаешь, это он так сказал? Ну, нет, я, конечно, шучу, но на самом деле, ну, я не понимаю, может быть, защитников вообще нет, но то, как играет оборона Крыльев, там вообще просто проходной двор, люди просто не туда, никуда не успевают, бегут, пропускают. На самом деле, защитники, скорее всего, это самая больная такая тема, если говорить так серьезно, да, плюс вот добавилось, то еще и у Дивеева у нас травма, поэтому он уехал со сбора. Дивеев и Солдатенко минус, поэтому мы довызываем Пальцева, сейчас Адамова. Повторюсь, из тех же соображений, что мы играем две игры, пятого и седьмого, и будут играть двумя разными составами. То есть, задача привести трофей? Да, мы едем за победой. А там премиальные есть? Нет, у сборной нет премиальных, мы играем за флаг. Рубрика «Честность» сейчас была. Нет, так, я говорю правду. Нет, вы говорите честно, а я вам говорю правду. А вы переподписывались на таких условиях, да? А помните, сборная России в 97-м году играла Карлсберг Кап, тоже бог знает где, там даже, по-моему, мы его выиграли у сборной Швейцарии в финале. Это было, кстати, тоже где-то в Юго-Восточной Азии. Да сейчас не имеет значения. Николай Николаевич, а вы Батракова уже успели увидеть вживую? Да-да-да, я сегодня его встречал, и у нас такая традиция сейчас. Он тренировался уже? Мы, те, кто впервые вызывается в сборную, вот это был Батраков и Воробьев сегодня, да, потому что, ну, мы вызвали еще Пальцева, центрального защитника, он тоже, он как дебютант, тоже мы его встретим там. А у меня вопрос, почему встречаете вы? Вы просто более медийный, а не Валерий Георгиевич? Нет, Валерий Георгиевич просто сегодня на автобусе прибыл позже. Он из Рассеева? Да, они приехали. Ну, на самом деле, ребят, это сейчас без шуток, тяжелейшая история. Вот сегодня я в час дня автобус Ростова только подъехал к Новогорску, когда все уже ребята к 12 заехали. И, конечно, вот это 12-часовое путешествие, они играли игру, сели в автобус, и где-то в 11 вечера они выехали, и только спустя 12,5 часов они прибыли к Новогорску. Я так понимаю, самый свежий из тренерского штаба это вы сейчас. Получилось так, да. Ну, Валерий Георгиевич, встав сегодня, уже, ну, я не знаю, поспал он там после этого пару часиков, он уже провел тренировку на поле в 5 часов. Да, вы же сказали пошагово. У вас как ютуб замедляется, по-моему. Скоро вас вообще... Николай Николаевич, шаги не те, по-моему, Николай Николай. Я забыл, мы договорились, что у нас утро сегодня или вечер. У нас в Москве поздняя мочь, у нас на курсе, после выпуска в поле в поле в поле. 11 ночи или 11 утра? Господин, кстати, давайте дальше. Полночь. И Николай Николаевич, когда, подожди, как в былую молодость сбежал с базы в Новогорск, для того, чтобы записать для вас, друзья мои, часть нашей программы, за которую он отвечает, конечно, рубрика «Тренерское искусство». Поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Это помогает нашему видео продвигаться в это сложное для соцсетей время. А по Таиланду какие-то есть? Есть мысли и по Таиланду, да? Да. Ты понимаешь? Вы туда нечего? Все. Все, особенно в это позднее время. Это все звучит, как будто вы пошли в тура. Понял? Кто больше нравится? И неделя глазом не моргну, как пролетела. Ну а если серьезно, то достойная сборная, которая тренирует японские специалисты ее. Вот. Играют в более атакующей манере. Поэтому, ну серьезно, с Америем, давайте будем все поэтапно. У нас сначала Вьетнам. Пошагово, Николай Николаевич. Пошагово, да. Надо прилететь, акклиматизироваться и уже... Улететь. Забрать куб и улететь. А теперь пошагово давайте сделаем... Просто фантастика. Я как человек, кто будет комментировать матч Россия-Таиланд, сделал усилие, чтобы попереводить имена и фамилии. Пальцев, фингеров. Я представляю, если бы сейчас здесь сидел Тимур и читал... Николай Николаевич, давайте... Короче, я прошу прощения, но просто здесь они реально, здесь все сумасшедшие фамилии, их невозможно сразу произнести, особенно они у меня тут латинской транслипции. Но мы как-то с Геннадьем Сергеевичем Орловым комментировали матч Марокко-Иран на чемпионате мира. И нам принесли две... Там, короче, на чемпионате мира в России комментаторам приносили два протокола. Один на русском, другой на английском. Нам принесли два на английском, видимо, специально, чтобы Геннадий Сергеевич почитал это именно на английском. Геннадий Сергеевич взял вот так листик, смотрит, а там фамилии, ну, ирландские, типа, Джохан Бахш, Пурален Гали, там еще какие-то, и все с буквами J, O, там, M, вот такие фамилии. И он говорит, Роман, мне кажется, будет логично, если я назову состав сборной Ирана. Я чуть не умер, со смехой, я говорю, Геннадий Сергеевич, давайте, прошу. Ром. Какой душный капитан у них сегодня. Я, да, согласен. Это сейчас Россия, Тимура, не хватает. А я знаю, без Тимура провал, я это чувствовал. Нет, да, хорошо. Не, мы хоть обмоним. Я не слушаю их, не слушаю. Я не слушаю, потому что я, в отличие от Тимура, не такой близкий вам друг, и я не могу говорить то, что говорит о нас. Огласен. И поэтому я деликатен. Но ты все-таки не капитан. Это нудятины. Ты лучший. Я не деликатен. Ром, давай перейдем к прогнозам, пожалуйста. Вьетнам, Россия. Нужно сделать два. Точный счет и события в матче. Вьетнам, Россия. Мы-то неправильно говорили. Какой ужас. А какой мы матч берем? Сашуль. Вьетнам, Россия. Да, и наконец-то, блин, вернулся. Вьетнам, Россия, Таиланд, посильнее, Николай Николаевич выучил национальность главного тренера, но Таиланд выходил из группы еще на Кубке Азии. Да. Дай бог с ним. Леонель, у тебя есть какие-нибудь мысли? По поводу матча против Вьетнама. По поводу Таиланда, может. Ты был хотя бы там? Ну, там жарковато, но я не был. Ну, да, давай. Вьетнам, Россия. Ты сейчас скажи, что холодно. Вьетнам, Россия. Я думаю, что очень крупная победа наша. Очень крупная. Пять мячей. Сколько? А если без листи к той команде? В четыре. Николай Николаевич, а пропустим? Нет. Очень крупная победа, это получается фора. Ну, фора. А скажи, вот сколько, правда, победы в три мяча? Ну, так реально. Николай Николаевич, вы как тренер, давайте. Нет, нельзя оставить. Пять, сорок. В три мяча прогнозируется. Давайте мы не будем тратить лишнее время. Мы кэфы потом обязательно выложим в телеграм-канал. Там будет красивая графика сделана. Подписывайтесь. Ром, гаси. Да, может быть. Точный счет. Точный счет. Три-ноль. Ноль-три. Ноль-три, получается. Нет, три-ноль. Господин Константин, но я вот самоотвод возьму, я очень заинтересованное лицо, и у меня будет не объективная естественно оценка. А я к вам по-другому. Я к вам по-другому ставлю тебя в матче. Сейчас. Замена в первом тайме. Олег Юрьевич, большая карточка тренера. Замена в первом тайме 4.30. Замена вратаря в первом тайме. Желтая карточка тренера. За 9. Желтая карточка тренера. Коэффициент 3.0. Вот это могу пробирать. На 0.375. Ром, события. События в матче. Такое будет событие? Помогите. Ты же произносишь фамилию, что ли? Помогите Роману. Сборная Таиланда. Мне нужна помощь, ребят, давайте. Нет, Таиланда, Вьетнам. Столько стоит? Гол сборной России в обоих таймах. Да, Россия, Вьетнам не забьет. Вьетнам даже не забьет? Сборная Россия забьет в обоих таймах. Голы сборной России в обоих таймах. Это на Вьетнам-Россия. Прежде чем команда подхватит, можно в качестве, ну, какой-то, может быть, помощи назвать ориентировочный стартовый состав. Его даже Валерий Георгиевич не знает пока. Хорошо. Если бы вы сейчас выведите, пожалуйста, выведите, пожалуйста, на экран всех приглашенных. Да, нет, нет. Нет, нет. Подожди, еще раз. Александр. Я могу спрогнозировать, знаете, что я могу сказать? Александр, давайте так. Правильно, что Светнам будет. И я могу спрогнозировать. Но мы же хотим, чтобы давать реальную оценку. Мы еще не потренировались в полном составе даже. Но Таиланд сильнее. И завтра еще медицинское обследование должно показать, все ли еще до конца здоровы. Поэтому мы не можем сейчас ничего гадать. Покажите состав. Предстоит серьезный анализ. Серьезный анализ. Если вы хотите так шуточную, как мы здесь анализируем обычно, что люди нам верят, а потом вообще ничего не сходят, с конца и с конца. Поверь мне. Вот за сборную? Это мы можем там на Барселоне, на Ювентусе экспериментировать. А на сборной России я вам не позволю. Экспериментировать? А то, что вы едете во Вьетнам, это не эксперимент? Это над составом. Потому что состав определяется, это когда ты увидишь всех игроков. Глебов, Обликов, Кузяев, Срединополь. Что тут думать? Не, но не на Вьетнам. Просто Виталий, потому что Тайван посильнее? Нам надо все равно две команды же сделать равные. То есть не Глебов, Кузяев? Подожди, надо сделать две равные команды, потому что мы не можем сказать... Чем мы на этом зацикли, какая разница? Влад, давай тогда перейдем. Вот ближе вот я вот этот вес. Вот если Николай Николаевич сливается с того, чтобы выделить 11 своих любимчиков в этом составе, точные счеты события в матче. Напоминаю, 3-0 уже занято, и голы сборной России в обоих вторых. Они будут играть реально вторым составом, там 6-7. 5-6. 5-0. 5-0. Давайте я вам одну еще секрет открою. А ты события в матче назови. Давайте я вот ребятам просто скажу. Сделай его. Мы, естественно, провели разведку, туда летали, начальник команды туда летал, и смотрели поле. Поле очень плохого качества. Спасибо, что вы сказали об этом после нашего. Скажите, пожалуйста, очень плохого качества в какую сторону? Высокая трава? Смера на качество. Смера на качество. Проплешены, выдергивается. Мы меняем очень специфическая трава с проплешинами. Плюс старый стадион. Плюс, конечно, это будет важность. Это важность. Он до хабары долетел только. А мне вопрос, почему летал начальник команды туда? И почему на три недели? Потому что выбирал, а кто должен полететь? Ну, помощник главного три недели. И все заказывал в корпоративной карте. Он снял нам поле, вот так все прислал, видел, все объяснил. А нельзя было позвонить человеку. По видеосвязи. Там что, нет? И тогда их смерти. А что, так Зенит делает? Доверяет там... Я не знаю, как Зенит. Там могла быть дезинформация. Да пиздец вам был бы там в Таиланде. Влад, тогда... Дистрофе вернулись. С другими жутцами приехали бы. Событие. Событие в матче. Николай Николаевич. Но он не может. Он не может. Я не могу. Я не объективен. Я, конечно, буду латарочка третьего. Нет, давайте вот как сделаем. Это будет событие, не связанное с деятельностью тренера. Подожди. Мы возьмем штрафной удар в стенку. Так. Тюковин. Да, и поэтому все штрафные посмотрим, кто будет бить. Штрафной удар в стенку. А после штрафного мяч попадет в стенку. Ой, а у вас тогда латышонок так штрафной пробьет. Ну, это мы увидим. Это мы пока все еще не знаем. Но про нас душнилые капитаны команды. Я бы хотел спросить у Николая Писарева то, с чего вообще эта тема началась. Мы как-то ее быстро проскочили, но я бы хотел докопаться до слов про Азию. Вы сказали, вот мы тут рассуждаем про Азию, и вот едем в Азию, чтобы проверить. А мы проверяем реальный переход в Азию? Почему реально? Просто была полемика. Что из себя представляет Азия? Как мы будем логистику эту выстраивать? Я-то вспоминаю. Это было где-то года два назад. Эти перелеты. Что за соперники? Климатические, временные проблемы. Мы не знаем соперников. Вот сейчас мы первый раз туда летим. Но это не проверяем. В классическом понимании. Послушай, это просто мое. У меня не так глубоко. То есть из того, что нравится? Я вообще ничего не знаю про переход Азию. Это уж точно не моя функция. И это давно, мне кажется, уже забытая история. Но просто в свете того, что она была, и она так ярко обсуждалась, что из себя представляет эта Азия. Вот сейчас мы первый раз тут долетим так далеко, чтобы это все пройти. Я думаю, часов 11. Сильнее все-таки Таиланд. Начнем тогда. Ладно, начнем аналитическая программа. Таиланд-Россия. Все шутки закончились. 3-1. Давай подхватим. У нас, знаешь, загадка Таиланд-Россия. Как и любой вечер в Таиланде. Это вечер загадка. 3-1 удаление у Таиланда. 3-1 в пользу сборной России и удаление у Таиланда. Прямо подготовлено. Удаление у Таиланда где-то 8 будет, мне кажется, как минимум. Я как-то сейчас даже не успел не посоветоваться. Мы с Николаем Николаевичем обещали. С кем посоветовался? Но я удаление у Таиланда, а этот как? Спровоцируйте. Вот как лучше он так и победит. Так это у Таиланда, да, удаление? А как? Если я спровоцирую... Спровоцируйте, а не удалите. Слав, подписывайтесь. 3-1 удаление в матче. В матче, не знаю. Просто в матче. Подстрахуемся. Хорошо. Все, может быть, все, кто угодно. Один. Да, мне тоже нравится эта идея. Ну пропустим один. Один пропустим. Один пропустим. Да, Николай Николаевич так сидит, кому-то мы не забьем. Матч играет. С Сафонов улететь в 80 часов. Ну он полетит. Ну вот. Так он может улететь уже после первой игры. Видели вчера? Товарубушка ловил. В зале, что с Таиландом, по-моему, целый будет Сафонов. Не знаю. А вот я читаю третий сборный. 2-1. 2-1. Ну и 2-1. Давай 2-1. 2-1. Сборная России выиграет 2-1. Не пропустим. Тотал больше полутора первого тайма. Сафонов не пропустим. Нет. Второй больше первого. Вот это отлично. Хорошо. Второй тайм больше первого. Ну а теперь, поговорив о матчах сборной России, переходим к футболу. Португалия-Хорватия. Вася Уткин в матче Португалия-Испания на чемпионате мира сказал. Чемпионат мира начался вчера, а по футболу сегодня. Да. Это была гениальная фраза. Это кто? Юрий Павлович Семин на каком-то матче ушел смотреть Лигу Чемпионов? Как теперь я пошел смотреть футбол? Да. На 70-й минуте он встал матча. ЦСКА в блокнотику. Нет. Факел. Вообще там какой-то такой был матч. А в этот момент, через 20 минут Лига Чемпионов он начинает говорить, я пошел смотреть футбол. Ну такой, да, мы уже рассказываем. Как Португалия. Португалия-Хорватия. Лига наций. Действительно интересный турнир. Страшно. С кого начнем? Давай начнем с вас. Лионель. Да. Ну, Лига наций, португальцы и хорваты. Хорваты, судя по всему, опять же, в своем древнейшем составе, к сожалению. Все еще? Да. Модрич вызван, Перешич вызван. Модрич вызван. А что, там новых нет вообще? Ну, кто там? Батуриновый вызван. Там наш любимый Будемир. Подожди, Брозовича нет. Ну, Брозовича нет, да. За счет, из-за возраста Брозовича. А как так вышло, что Влад из-за сборной Хорватии будет комментировать матч? Не знаю, не знаю. Он совмещает, он совмещает. А есть уже расписание комментаторов на ОКО? А, пока нет. А, кто спросит, что ты? А как там в Лиге Чемпионове? А вы видели, что бывшую жену Лужкова Батурину вызвали вон в четвертый столбик? Я только что посетил про это. То это было. Да, да, да. Поэтому, мне кажется, что... Подожди, я первую-вторую шутку не осознал, а вот теперь фамилию нашел. Мне кажется, что с учетом того, что слишком возрастная сборная Хорватии, это понятно, что говорится из раза в раз. И учитывая то, что будут играть в Португалии с легендарным, великим Криштиану Роналду, который вызван в очередной раз. Тебе, как Лионелю, не западло это говорить? Мне вообще нет. А Мисси на Роналду? Конечно, на Роналду. Но я Ман Юнаген, ссори. Вот. Бедолада. Не разбирается вообще ничего. И... Тебе только что лишили имени. Да? Тебе Криштиану Абба, что ли? Как меня прозвали? Криштиану Битлз. Лионель Абба, Криштиану Битлз. Понятно. Давайте посмотрим на состав сборной Португалии. Ну тут тоже, если... Без Тимура это какие-то котята. Да так, конечно, не орём. Сейчас котята вам раскатали. Какие-то котята. Кстати, я хинкальки полюбил. Нет такого ощущения, что закончилась всякая хорватская магия. И это такая уже даже совсем средняя сборная Европейская. Евро все смотрели, но плюс состав Португалии. Ну посмотрите, кто там играет вообще за ним. А не знаешь, это выжатый жмых и жмых. Жмых и жмых. Они это кто? Это кто? Ну, Хорватия. Блин, Португалия выиграет 2-0, типа, и всё, спокойно. Давай. Ну, минимум. А где они? В Португалии играют? Да. Да, в Португалии играют. Я думаю, что у хорватов очень мало шансов. Давайте ещё раз говорите. Мы на чемпионате Европы. У хорватов мало шансов, все дела. Они потом проиграли Испанию, а после этого играли по-человечески. Нормально всё у них было. И вылетели спокойно. Да, но они вылетели как? Пропустили на последнее. Ну, нет, но они на последнем издыхании играли. Давайте, говорите, счёт. 2-0. 2-0? Нет, подождите. Давайте подумаем по поводу сборной Португалии. Вы как-то очень быстро так прибежали. А они вообще атакуются. Вчера я смотрел футбол. Это вот этот Концесау вышел, который вот в порядке выходил на Евро. Да, это который забил Чехом, и это сын... Который вот хороший такой выходил, да? Да, это он. Невысокий такой. Не то, что невысокий, он чуть выше этого стола. Вы вспомните, как Португалия в Ассаде. Вот я и говорю, есть он или нет? И тут сразу же 2 гола. Откуда они могут взяться? Они возьмутся от того, что хорваты, прям вот уже ветераны совсем, приедут в Португалию, а им ещё дольше лететь, чем этим во Вьетнам. Быстрые венгеры. Я не знаю, эти в хорошей форме. Роналду забивает во всех матчах слабым командам, блядь. Но дома португальцы всегда такая сильная машина. Да, очень сильная. Знаешь, почему? Потому что мне кажется, вот как и испанцы, южные, итальянцы, они все даже к лиге нации, к товарищским матчам, которых так уже в Европе, ну, они относятся очень хорошо, потому что придёт полный стадион, по-любому, и они будут для своих болельщиков очень прилично стараться, поэтому я тоже не сомневаюсь, что… Да и Хорватам-то не надо сейчас это… Я думаю, да, зачем вообще он их тащит, это последние игры или кому-то там за что-то надо сказать? Не-не, это Лига нации, они только начинают. Не-не, зачем он 4-1 возьмёт? 4-1, ну, набьют они. Да-да, один Шарвата. Набьют. Не, 4-1 точно нет, но ладно. Я послушаю мастеров, очень хорош в форме люди из спортинга, мне кажется, вот Педро Гонсалвич, которого мы не очень хорошо знаем, я просто хочу, чтобы Роналду наконец-то сидел в запасе. Но этого не будет, пока он выиграет. И играл Жота, и, соответственно, он не будет играть. А Роналду зачем ей-то, ему надо что-то забить или какой-то мальчик сыграть? Но он же обещал, что он 1000 набьёт. Сначала 900, потом 1000. А сейчас сколько? А он думает, что он хорватам сейчас ввалит, что ли? Да ему 100 осталось всего лишь. Всего. Сто голова – это любой серый сезон за Писарева. За тайм сделай. Да нет, 2-2-2. 2-0. Хорошо, мы выбираем 2-0. 2-0-4-1. 2-0-4-1. 2-0-4-1. 4-1-24. Не, мы ещё не приняли решение. Не, а когда они играют? 5-го? Они 5-го и 21-40. Вы будете следить? 3-0-3-0. Влад, от вас первый прогноз будет. Я буду следить. Точный счёт и события в матче. А у нас же 3-0. А события? Ну что, гол тогда Рональд? Пенальти. Он же будет пенальти. Пенальти в матче. И 3-0. Пенальти он забьёт. Ну, 3-0-4 или 3-1. Ну, он пенальти в пенальти забьёт уже. Ну, 3-1. Это стандарт. 3-1. Португалия и пенальти в матче. 3-1 Португалия, пенальти в матче. Курваты с такой индивидуальной техникой, Абуб Финтит штрафной. Вполне возможно пенальти. Ляу ещё жёлтая за симуляцию. Ну вот и возьмись. 3-1. Пенальти в матче. Вы что думаете? Жалко пока нет сексуальных ставок, потому что этот матч просто создан для них. Тимур никогда там долго не думал. Тимур не думал, потому что я ему оттуда подсказывал. А теперь я Тимура, мне тяжело. А вам не кажется, что в этом матче, где много древних футболистов, будет... 0-0. Нет. И, возможно, это, и будет игрок выше на замену, пробьёт поворотом. Это тоже, кстати, сексуально. Пробьёт поворотом? Там никто не пробьёт поворотом. У португальцев? Вообще нигде. Нет, нет. У хорватов, например, я не знаю. Как только Роналду сядет или как только Роналду выйдет... Я придумал. Я придумал. Возьмите, Роналду не выйдет в стартовом составе. Нет, я придумал сексуальную ставку. А потом будут все замены в этом матче за 2-40? Вау. И все заменят? 2-40. И точно сейчас замен 10 штук? 2-0. Все замены. То есть 5 хорватов, 5 португалийцев. А то, что случилось сейчас в случае, когда 6-ю замену пообещали, есть такая ставка? Да, есть такая ставка, что будет больше 10 замен. Ну это сотрясение? Нет, это я знаю, но вообще это сотрясение. Да, конечно. А причем вы знаете, что вот если сотрясение у вашей команды, то нам продолжают. Вот сейчас сотрясение у Тимура сотрясение. Значит, мы можем Шалимову приветить. А если знаешь... Не дай бог... Мы сюда Лукомского посадим. Мы откроем Лукомского. Бля, где, кстати, про Лукомский? Давно его не слышно бы. А он теперь на конкурирующем канале. Опа! Вот это... За длинным рублем погнался! А это все ваше! За длинным рублем, эх! За флаг Таиланда побиться. Мы не думали, он другой. По европейским это супер-турный матч. Франция-Италия? Это состав Италии. Лионель! Лионель, давай! Ну я могу сказать... Ты не Лионель! Нет, Николай Николаевич не перебил. Это после Таиланда. Чего все время с Лионель? Я хотел начать с Лионель. Ну давайте сначала я скажу, а потом Лионель. Давай, Николай Николаевич. Смотрите. Лионель Лионельевич, давай. Обе сборные не потеряли своих головных тренеров. И итальянец. И помощников. Полетти получил второй шанс. Это все? Поэтому составы мало очень изменились. Франция почти в том же составе приехала. Так же как и итальянцы. Ну в Италии есть. Есть, да? Там за 50 кто-то за... Или нет, это француз. За 50 нет. За 50 нет. Баварию продали за 58 миллионов. Алисе. Алисе вызван, да? Да. У французов. Ну что я могу ожидать от этого матча? Франция, как и во всех турнирах, будет стремиться, конечно, к победу. У итальянцев очень много вопросов после Евро. И это последний шанс. Покажите его и оставьте его. Последний шанс для Спалетти. Ему после такого незрачного Евро. Он жаловался, что у него было очень мало времени на подготовку. Хотя он сыграл, по-моему, 14 матчей до Евро. Но он меньше всех. А к нам меньше всех, какая в Арсенале выглядит? Да никак. Один раз вышел на замену. Да. Поэтому, предсказываю, Франция с Гризман должен... Он в Вене там сидит? Гризман должен после блеклого Евро и вообще после блеклого игры... А, Рабио не вызвали, да? Что тоже неплохо. Он без клуба сейчас. Без клуба, да. И хорошо, что без клуба. Потому что слишком уже у них была средняя линия с Канте, Рабио вообще такая некреативная. А сейчас-то очень креативные ребята. Слушай, но я все равно жду, что Гризман, футболист, который Евро... Ну, провальное было. Ну, что не сделал? Было провальное. А Дембеле? Вот как это человек вообще? Это катастрофа. Человек... Усман Дебеле? Да. Он вообще в большом порядке. Кто? Усман Дебеле? Усман Дебеле. Футбол это не пробег. Нет, но если ты болеешь за Манчестер Юнайте, то вопросов тебе нет. Не, ну Дембеле... Он сейчас за пассажей что сделал? А он за пассажей... Лионель, а ты в курсе, что в футболе еще есть снаряд? Еще есть дриблинг. И мяч есть еще в футболе. Да я лучший игрок во Франции сейчас? Баркаля. А, Баркаля. Он играет в свой отдельный футбол. Аршавин в сборной России не играл в свой отдельный футбол? Блядь, это вообще другой, еб ты. Я играл на команду. У меня КПД, блядь, еб твою мать. А у него? У него ничего. У него ничего. Он все евро вмешался команде. Ну у него только евро. Смотри. Я скажу голдеж вот одним вопросом. Вот сейчас смотри. Готовы ли вы в своем прогнозе на Франции и Италии поставить на голевое действие Дембеле в этом? Да. Пусть возьмут. Пусть котята возьмут. И почему? И почему? Нет, нахуй, вот это, да, тебе? Не вздумай говорить, вот это. Вот так вы похожи на команду, блядь. Я просто, честно говоря, не уверен, что Дембеле выйдет стартован в Франции. Да ничего, а вы вам вберите. Он охрененный. Нет, ну просто если он не выгод, то расчетивается с коэффициентом один. Блядь, как можно меня и Дембеле сравнить? Смотри. Нет. Берите. Вы, господин, господин, господин. Смотри на них. Есть такое ощущение, что это будет сухой, скучный вообще проходить? Да. Вообще не нужно никому мять. Володь, я согласен. Я говорил о том, что у Аршавина есть стиль, который отличается от стиля других игроков. Слишком ярко выделяется чем-то своим, особенным. Поэтому кажется, что он как бы отдельно существует, и это не похоже на всю остальную команду. Дембеле такой же точно. Это кажется, что он играет. Но ты нашел сейчас найти с кем сравнивать. Я просто объясняю, что имеется в виду. Есть футболисты, которые выберут. Шалибовы. Ну, найди тогда дальше Радимова и Писарева в сборной Франции. Давай. Так, Писарев... Писарев, наверное... Подумай. Бляд, подумай. Гризман? Подумай, а не Гризман. Я, кстати, на Гризмана похож. Колумуани. Колумуани – это Писарев? Колумуани – это не колоноскопия. Никто Крик. Если что... Ну, вот смотри! Он порадовался! Готята! 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 А Радимов – это, наверное, за Ира Мири. За Ира Мири, наверное. За Ира Мири, наверное. Поэлегантность. Остальные по-то парне – это элегантный парень. Ладно, поехали по счету! Правильно! Ну, а вы начинаете, Влад! Мы? Двари! Французы три последних обыграли. Да дайте им ошибиться! Дайте им ошибиться! А вы же начинали Кто начинает-то? Господин Константин, управляйте Что ты как флюгер, говори кому? Пожалуйста Спасибо Котята, ну давайте 2-0 С пользой сборной Франции Италия очень слабая И Дембелия забьет или отдаст? Дубль прислали Давайте яйца есть у вас Голевая действия Дембелия Голевая действия Дембелия Дембелия или Голевая передача Смотри, французы Можно в полный город Дайте теперь нам Котята, конечно Французы последние три выиграли У Италов Все три игры Вопрос пропустили 2-1 Я бы 2-0 вышел Но они взяли Италы забьют 1 3-1 3-1 Окей Они не разбираются в футболе Оказывается И Дембелия не сделает голевого действия в матче Да Смотри Умбаппе подкор Подождите Умбаппе сейчас пошло Он же забил Два за реал и здесь завалят Чисто принципиалка Умбаппе Дубль Мбаппе Дубль Мбаппе Дубль Мбаппе Умбаппе Он сейчас почувствовал уверенность Забил два Бетису И он здесь завалит, я тебе говорю Тол плюс пас слабо? За 15? Бери Не, ну с передачи до билета каждый забьет Дубль Мбаппе Дубль Мбаппе Два раза Копецепу, да? Копецепь 20 У меня, ну да День сломка у вас Что-то новенькое Заходить с дублем Мбаппе постоянно Ну, слушай, игра с Николой Николаевич считает, что пошло И мы его раскусили в чемпионате Испании Почему бы здесь? Бетис, кстати, после Кривбаса, я вам говорю, блядь, развалится Он и развалился Спасибо Кривбасу Да За это А нет ли, я хочу обратиться, вот пока матчи не начались, напишите, пожалуйста, в комментариях, нет ли такого ощущения, что матчи с такими боевысками, типа Франция и Италия превратились в какой-то парад унылого футбола Не то, что Россия и Таиланд А Россия и Таиланд, это прям фобо от футбола Фобо от футбола Ничего себе Запатентуй На данный момент между вашими командами всего 6 тысяч На квизах можно догнать Здесь одна команда, а там И перегнать Вы сейчас квиз не показываете Не может быть такой, что Сейчас котята У тебя, Леонид, у тебя что-то упало Что-то упало Если отреагируешь, через месяц будешь ведущим комменшоу, да? Да, и в сборной Таиланд Это так работает Итак, сегодня квиз будет состоять из двух раундов 7 тысяч, вот, посмотрите Ну, там, да, 7 тысяч Смотри, Тимур как живой там А вот сейчас какой-то Он видит все Тимур видит все Мне кажется, нужно вставлять вот так вот кружки с Тимуром Вот сюда, стоп, стоп А он где-то сейчас сидит в ресторане и кает С Шалимовым Я думаю, что он тоже там видит все Сегодня квиз состоять из двух раундов Будет, задав каждому из вас по одному вопросу Отвечает один человек Ни с кем не советуетесь Если отвечаете правильно, забираете тысячу Неправильно, косарь уходит с соперником Чего себе Жестокие правила Так, телефоны на стол Че, 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 че Ну, а более, что первый урок Орудие Сегодня Ромеры нет Игрок Барселоны Да Не побоюсь этого слова Педри Да Явно не согласен с культовой песней Егора Летова И поэтому вступил в организацию, которая борется против этого Против чего? Время идет Против наркотиков Да А Егор Летов что-то пил о наркотиках Не надо на водящих Он ответил Против наркотиков Запомни, пожалуйста, вот это вот высказывание Не надо на водящих Да, потому что здесь сидел другой капитан Который подсказывал той команде На прошлом выпуске Давай я буду отвечать и ждать реакции Вот когда дружу капитан будет, тогда и будет Сегодня у вас вот проеков по мобильству как раз другому капитану А капитан нормально, а сейчас какой-то ефрейтор рвет Неважно, мне доверили роту, я веду ее к победе Говори Хорошо, прием И тысяча отправляется команде Влада Можете праздновать Тысяча ваша Против использования пластика Песня Летова «Пластмассовый мир победил» Я бы сказал, сейчас капитан просрал первый балл Давайте на этой мажорной ноте Закончим все Закончим и пойдем опять Посмотрим, как второй капитан сыграет Влад Марко Арнаутович часто просит сотрудников гостиниц Тщательно проверить номер, прежде чем войти в него самому Назовите фобию Арнаутовича Чего боится Марко Арнаутовича? Простудиться Кондиционер Простудиться Котят боится Интересно, как эта фобия называется Фобия Кондициофоб Он боится пауков Можно прокрутить на 30 секунд назад Что, капитан просрал балл, да? Капитан просрал балл Блядь, ты ждал этого момента, да? Ты ждал Саш Дорский Диогу Далот сделал подарок в футбольной школе, которая его воспитала Этот подарок явно оценил бы Жозе Мауринью Что подарил игрок? Какой-нибудь... Я смотрю Глаза нам, смотри Нет, не подсказывайте Давай, ну какой-нибудь, что-нибудь связанное с драконом Какой дракон? Ну, блин... Какого цвета? Желтый дракон Большой, маленький Желтый дракон Молчи! Молчи! Год дракон... Давай! I don't speak right now Дракон! Давай, ну... Дракон! Пусть будет лего дракона Лего дракона! Прекрасный вариант И вы теряете тысячу, потому что он подарил автобус Автобус? Блин! Понятно, ну, окей Открутите еще раз И игрок у котят сегодня просрал еще один Вы сейчас тоже проедете Подождите, мы переходим Сейчас проиграем У нас наш местный дембелеси отвечает А я вот так вот перейду Николай Николаевич Нет! Нет! Я хочу Николая Николаевича Так меня еще никто не унижал Давай! Колому Ани Дембелеси идет Лучше дембелом назвать Дембелем В случае была В случае была У меня здесь судьба Совершенно уничтожила Котята, конечно Дембелеев Узар под их Андрей А потом добил еще и Колу Колому Ани Почему мне через Андрея Хорошо, Андрея Андрей Осман Его отец Был детским тренером Сестра Работает Спортивным агентом А старший сын Играет в серии А О каком тренере Идет речь? Зидан Как здорово Это неправильный ответ Это Диего Симеона Шмар Какие же лучшие Можно было ждать Хорошо действия Дембелеси Какие? Это было экстра Класс А можно Лично Дорск У меня есть ощущение Что я просто орехом Сегодня задаю Вопросы какие-то Итак Лионель Устав от бесконечных аренд В серии А Он транзитом Через Шотландию Приехал в Россию Умение играть Сразу на двух позициях Левого защитника И опорного полузащитника Высоко ценится Главным тренером Его команды Ну Это Лионель Лионель Так Значит через Италию Через Афландию В Россию Транзитом Левый защитник И еще одна позиция Пересадка Круговой Круговой Что еще раз? Еще раз А кстати Если Лионель Завтра придет на базу Скажешь он Пальше фамирует А Николай Я сейчас Я сейчас Подсетил Твою фамилию Маним 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 Давай Сколько футболистов Из Шотландии Давай ты еще Прямо назови Фамилию И сразу И все Что ты его укатываешь Ну давай Я не назову Не назовешь? Нет Вот честный Ну давай На скидку Просто любого Чтобы я сказал Принято Митай Марио Митай Марио Митай Прям вот чуть-чуть Ошибся Две буквы Принято Диего Лаксальт Лаксальт Да Никто Николай Николай Давай Что-нибудь там Может быть Вы сразу Дадите ответ Просто покажите Покажите фотку Пальцевой Спросите Нет Где здесь Пальцев Вот сейчас Не очень Не очень Завтра Не очень Вы завтра Прошу Один отцы Вручать А завтра Он будет Вспоминая Вот этот разговор Дражать Там он Вручает Или нет Или всю Семью Пальцевых И спросить Сколько Пальцев Предлагаю Правду Другого Человека Мне кажется Кто-то Бредит Причем Когда Составляет Список И когда Куп Во время Просмотра Финала Лиги Чемпионов 2008 года Будущий Нападающий Наполе Виктор Осимен Так эмоционально Болел за Челси Что в запале Разбил себе Лицо Когда Джон Терри Сделал Это Что сделал Джон Терри Что ж Делал Джон Терри Не смотрите Туда Это вопрос Для ясельной группы Так нечестно Тренер Сболи России Надо посложнее Вопрос При пенальти Кто Джон Терри В каком году Восьмой Восьмой Конечно С кем они В Ложниках Вы были Новой любимой командой Вы были В Ложниках Я мяти подавал Тогда Кому Терри Это правильный ответ Вы первый Кто в пищу Прилосит Потому что Надо любить футбол Надо просто В сборной А не себя Я просто уже Не могу Обратно Николаю Николаевичу Перекинуть деньги Со своей карточки Я не знаю Его Любите Футбол Себе А не себя В футболе Кто не забил Решающий пенальти Почему вы протестуете Мы выиграли Честно Котята Давайте дальше Идти Если вы завтра Будете говорить На тренировке Николай Николаевич Пашанин Сейчас будет интересно У вас Две тысячи Чугало блять Куда побежал блять Четыре тысячи Андрей 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 Подышите на него У вас четыре тысячи Сейчас будет Здесь две карточки Давай Тут и футболисты И футбольные клубы И даже Деятели футбола Ваша задача За одну минуту Я прям даже Открою себе Секундомер Вот он И на экране Будет секундомер Что-то пот настало И ваша задача Объяснить Своей команде Этих Людей Крокодил Типа Нет Не крокодил Может словами Я могу Смотреть Внимание Кто больше По итогу угадает У той команды Очки удваивают Он всем объясняет Нет Только своей команде Выйди туда Потому что ты будешь Показывать Давай поменяемся Места Садись сюда Наконец-то Нормальный капитан Да идите вы в жопу Рома, ты готов? Ключи от машины Возьми Пожалуйста Я поехал Оставь Оставь Да оставь там Как Дюба Азмуну Оставь Оставь Лучше Готов? Да Погнали Ты Норскому только не показывай Вингериала Который постоянно получает Желтые карточки Но и голы тоже забивает Играет в сборную Бразилии Винитюз Да Дальше Вызван Николай Николаевичем В сборную России Но за локомотив играет мало Мороженое Маленький футболист Сирис Чертанова Играет за Атланту из США Миранчук Тренер Реала О, Анчелоси Игрок десятка сборной Бразилии Но давно не играет Потому что уехал на Ближний Восток Неймар Бывший тренер сборной России Черчесов Черчесов Нападающий Зенита Который возможно Передет в крылья Сергеев Тот, который брат Дани Уехал в Паук Чалов Четвертая Пятая команда Чемпионата Италии Прошлого сезона Тренирует Тиеду Мото Болония 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 Перешел сейчас в Ливерпуль За 10 миллионов Кьеза И Агент, который был Боссом крыльев советов Сто процентный результат У них Мы делегируемся Николая Николаевича А вы капитана критикуете Изи Подожди Если представляешь Тимур бы вот это объяснял Тимур Спасибо большое Слава богу не пришел Выиграли 3 копейки А Тимура Потеряли Андрей готов? Увеличьте Аршави Этот шрифт Он плохо видит Давай Готов? 3, 2, 1 Поехали Ты сейчас угадал дубль Поехали Забил Зазенит забивает Сейчас русский Глузь 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 Играет за Реал Седат русский Захарянов Спросили то, что подарил Автобус Дракона Кто это? Тренер Муриль Да Французский нападающий Раньше забивал Нет Раньше? Живу? Нет Блядь Когда играл-то? Дубилет Джу Сантен Нет, ладно Я его пропустил Нет, с Петушком тренер Наш русский Нет, кто играл Семин Да Нападающий Рубина Сейчас все забивает Да Звонил сейчас Уходил Комментатор С Матч ТВ Уходил звонить Шняка Вчера были На программе Чердан Да Нападающий Сборной Который пошагово Ходит Только что называл Фамилию Чука Да Команда из Бирмингема Бирмингем? Останлила Останлила На три Бирмингем На три Правильных ответа У команды Котята Сегодня Больше Итак, котята Котята Тимура Борская Удвариваю Свои Мы не угадали Две На Глушенкове Слишком долго сидели Мне понравился Мне понравился Мне понравился Джу Сантен Удавал 20 лет Французского футбола Где он отыграл Детра Загер Смешно За минуту За минуту За годах Это просто Мой современник Александр Дюма Старший Мольер Самый очевидный вариант За секунду Такой пласт Как вариант Я вообще предлагаю В следующий раз Сделать эту игру Но реально Сложнее Эдуард Смородску Смородску Не успели Еще кого-то Смородская Да Там была Мне интересно Как бы вы Смородская Давай еще Смородская А вот тут списки Была Смородская Женщина-президент Локомотива Все Просто женщина Просто женщина Назвали бы Смородскую Перейдет Команда из Бирмингема Бирмингем На французской Нападающей Жуф Фонтен А он хотят И вспомнить нечего Вообще Мне нравится Крови победы Я бы вообще Отдельно викторину Для футболистов Проводил бы Швейцария Испания Следующий матч Который нас Ждет По Испании Тут понятно Верх Тотал Больше Двух с половиной Подождите Давайте пока Разберем Испании Вообще После Эйфории Триумфа На Евро Вообще Чего-то надо Будет Подождите Сначала С сербами Играть Не забудьте Что это второй матч Это второй матч Да Какая разница Или мы когда Обсуждаем Если у сборной России Есть два состава То у испанцев Тоже наверное Есть два состава Ну откуда Ну и после Сербии Это все обсуждать В моем понимании Что испанцы Каждому матчу Это фаворит А играя против Сборной Швейцарии Это открытый футбол Голов Мы увидим Кучу Испанцы Набрали Ход Чемпионат Уже в разгаре Барселона Как мы видим Тоже Блядь Прибавила Сборной Сборной Неожидан Поэтому Берем победу Нет Вообще нет У швейцев Закончили Зомер Шакири У швейцев Трое Закончили Со сборной Шакири Следить за швейцарцами А я в Швейцарии провел Два не самых плохих года Своей жизни Если уже серьезно Аналитикой заниматься Конечно Испания победит Даже в Швейцарии Очень серьезная аналитика Хотя последнюю игру Знаешь когда швейцарцы Выигрывали у Испании В 10-м или 8-м году Но это было не в Швейцарии И выиграли чемпиати мира Первый матч 1-0 1-0 И в грунте Стали чемпионами Кто нас смотрит Потом когда этот матч состоится Пишите в комментариях Какие два недалеких сидят Справа если ничья 1-1 или 2-2 Чтобы быть недалеким Надо всего лишь не угадать Один гол Не подождите Наше решение На этом месте Сил Быстров Который орал что Турция У Португалии 4-2 выиграет И вот здесь больше нет Не увидели больше Он сгорел Он на этом матче закончил карьеру Я хотел бы еще До наших прогнозов К Саше перешли Потому что Саша готовил и таблицы К Саше до перешли К Саше до Или как он сам себя называет До до пицца Дорский и польский Давай Мне так говорили Да, польский еврей У Испании на самом деле Достаточно много Изменений А можешь потише говорить Там как-то содрогается даже Да он уже все Пошли не издыхание котел У меня 10 часов назад Итоги начались Вы бы что делали? Просто ты хочешь Чтобы мы тебя слышали? Я хочу Чтобы вы меня слышали И я хочу Чтобы вышел еще на поле Алиш Гарсия Который не играл На Евро Который На мой взгляд Полностью заслужил Свой вызов Поэтому жду Что кто-то Новый А вместо кого? Куда он там станет? Да не будет Росфировать Сельта Сейчас в начале сезона Ну и соответственно Нету вратаря Потому что он лег на операцию Через полгода Только вернется А где Марата? Он закончил? А Марата развелся И возможно Как? У него вроде там семья Потому что жена Не захотела переезжать Обратно в Италию И они развелись Да ладно Из-за этого? Да Ну у него прям есть интервью Я клянусь Что я не изменял И соответственно Мы развелись Потому что Удивительно Что сразу два испанских футболиста Вот за последнее время Развелись По таким странным причинам Второй чувак Это Марк Бартера У которого Типа который не выполнил Контрактные обязательства Перед своей женой По сексу Да Нужно было Перед девушкой Даже перед девушкой Каждый раз Когда они видятся Должны были заниматься сексом Возможно поэтому Бартера плохо играл в футбол Потому что А что такой контракт Можешь подписывать? Вот они Такого у тебя не было Шага такого Тогда бы Не я сейчас платил алименты Хороший день Я же говорил А что за чувак За 18 из Жирона ушел Как его Продали Как ты дошел До этой темы Прогрессивно Наверное Должны Бартера 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 Говорю что Хотел бы его посмотреть Ну хорошо Ну все Значит послушайте Телезрители Я как капитан Доверюсь Чтобы в комментариях Вы потом разъебали Андрея Сергеевича Дембеле Давайте по швейцарии Поэтому 1-1 И События в матче Чтобы у тебя уже до конца Дали Ой не забьют Ну это классика 1-1 И события Какие-нибудь фалы Или угловые Такое говнецо Меньше угловых Нет? Меньше 9,5 угловых Матч Я вообще про угловые Не понимаю Я вообще про угловые Ничего не понимаю Это стандартный По стандартам Сборной России Это там Где флаговый Ставит Который Спадать А вот это Можно вырезать Я По угловым Ничего не понимаю Комментарий Дорского Нет Было бы классно Чтобы когда Сборная Россия Забьет Голос углового Вы бы сказали Я про углового Не так Знаешь На установке А тебе Стандартно И потом Это вырезка А вот у меня Валерий Георгиевич Будет передача Что-то смотреть В самолете Когда вы будете лететь Он ее уже смотрит Такое самомнение Валерий Георгиевич Делать больше нечего Что-ли Ну как бы Ну вы же Беседите Ну давайте 1-1 И Меньше угловых Меньше девяти А почему девяти Там же может Другую дают Ну там Наверное Нижний тотал Будет семь с половиной Скорее всего Ром Ты что По швейцарии Скать У вас хотя бы Они уже Выпалили Не по швейцарии А как Произнесли Швейц Швейц А мне очень импонирует Что мы время от времени Смотрим Что вы сейчас будете А это находка Я вам бы скажу Здесь не бредят Только двое Мы с вами Я честно Бред это заразно Оказывается Я могу сказать Знаешь почему Только Слизавет Крайние нападающие Центральные нападающие Все правильно Обширная заявка Это нападающие Когда ты играешь В три нападающих Два крайних Один центральный То вот так И получается Такая большая заявка Так вы играете Ровно так У вас три нападающих И у вас тоже два матча Три нападающих Значит Вы считаете Крайних Полузащих Крайних нападающих Не нападающих Это правда Нет Это заявки С цельных сайтов Федерации Ты же писал С федерации Я причем писал их Изначально Это швейцарская угроза Они такие Смотрите Сколько у нас На самом деле Если серьезно Мне нравится Вы уже взяли Какой-то 1-1 1-1 Да Мне кажется Что-нибудь Мечей Я думаю Андрей Сергеевич Прав Андрей Сергеевич Дембеле Прошу уточнять Сегодня Осман Сергеевич Нет Осман Аршак Я просто Уверен Что начало Любой Отборочной кампании Или вообще Сентябрьские матчи Первых туров Они всегда странные Даже Испания В отборе На чемпионат Европы Первый матч Проиграла Шотландию 0-3 И как бы Они там пока Разбопуляции Тогда они станут Нормальной Испанией 1-2 Они проиграли Думаю 0-3 Поэтому я тоже думаю Что будет Что-то такое Простое Я думаю Минимальная победа Испании Что-то 1-0 Даня Ольмар Мне кажется Швейцария забьет А почему Да Вот кстати Ну Леонет Что ты думаешь По поводу Вообще Возможности Забить Испанцам Швейцар Нет Очень Хорошая мысль Я согласен Здесь с ребятами Потому что швейцарцы Крепкая команда Мы видели это по Евро И было с ними Сложно абсолютно всем То есть она Именно дисциплинирована Именно за счет этого Они могут как раз Застать врасплох Испанцев Которые только-только С Будуна Выходят после Евро На первую матчину Просто как показал Евро Не знаю Будут ли они так же играть Но Швейцария Обязательно забьет И забьет Мне кажется Счет 2-2 Первый какой-нибудь Забьет 2-1 Короче Испания выиграет 2-1 Наш прогноз Кстати Линии пока еще нет Но скоро появится Давай Швейцария Забьет в первом тайм Ничего себе Давай Словакия в первом тайме Забила Англия Швейцария забила Англия Швейцария забивает В каждом матче Они давно не играли на ноль Швейцария забила И Мурт никогда Слука не англизировал Ну давай В первом тайме Гол Швейцарии Зафиксировали Гол Швейцарии В первом тайме Ну и на десерт Еще один матч Я просто вам Вот как в стейкхаусе Вы все это разогревались разогревались еле-еле и я выношу вам аргентина чили проще простого аргентина лидирует в этой вообще какая-то халявная вот эта вот история отбор на латин слушай 6 сразу из 10 и еще седьмой стык играет как мимо и восьмая сейчас чили но без миссии они побегут еще вместе играет у чилицев наш гальдема гальдемас едет и до вас ваш ну российский ну да 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 можно сказать не проводя глубокий анализ можно просто взять победу аргентины но слушать дома аргентина обязана обыгрывать с гальдемасом ну давай возьмем из бортида же без даже без месси ну да я думаю марки чечет 2 0 2 0 а события матча бытия не знаю андрей голы в каждом тайме по одному забьют не упрутся сначала чилийцы станут свиньей давай первый тайм ничья давай первый тайм ничья это событие событие с этой бригадой прекрасно как чилицев был кстати палец лукой картина я думаю много полов и пальцев сегодня или красного нет каким у пенальти бры иначе матч 2 0 аргентина красная карточка матч 2 0 аргентина красная карточка в матча там судьи чтоб удалить там у латиносов надо чтобы они чили все ногу оторвали видимо нестер питана как рассказал что говорю там по-другому вашей программе была шутка про мастера петровича это охрененная была шутка а про что как она звучала нет или это в другое я думаю сказали тратилиска мастер петрович большую перемену что у нас по аргентине чили а он не знает это матч-тв показывает человек будет комментировать вот это вот этот будет комментировать лигу чемпионов вот думаем ребят если он ничего не знает тогда ты должен знать все аргентина против чили мы посовещались пока они совещались и подумали про удаление но они уже украли у нас этот прогноз они конечно забежали схватили ваш прогноз который лежал карточек тотал желтых больше четырех с половиной человеком который не сыграет в матче аргентина чили и уже не сыграли даже не увидит его ты смотришь матч-тв а ты к нам еще придешь играть накинулись и нам нравится кстати прошлый раз николай николаевич такого лукомского спрашивают тогда давайте не будем спрашивать давай что это смотришь я смотрю футбол везде в око в первую он берет пластырь и такой черный тейп и заклеивает в уголке надписи мне все равно где-то пока вы столько снимать что леонель давай аргентина чили сказали в желтой карточке кто-то больше тотал больше 4,5 и 1-0 аргентина победит победа аргентина с минимальным счетом если вы хотите вдруг как-то интересно провести ночь пожалуйста аргентина чили на вашем любимом телеканале я можно тупую историю вот как влад говорит история давай она жги нет я не смогу сжечь потому что это ваша прерогатива но она реально смешная потому что я в ней оказался я вышел после матча перу гаити на кубке америки сантенарио на жил тогда на бабушкинской в 7 утра для меня долго я тоже блять не теряю и меня встретил графических мест только вышел из метро я иду в своих мыслях я хочу спать у меня закончился матч который вообще там без голов и в моментов и навстречу милиционер сразу же типа молодой человек здрасте я даю откуда идете откуда идете и я в своих мыслях даже не понял что это милиционер говорю у меня был перу гаити поднимаю на него глаза и он так на меня смотрит в чем смешно он поставил на гаити он хотел меня отвезти в тот самый ну по идее правильно да но я сказал что я спортивный комментатор на этой мажорной а после перу гаити он будет он реально хотел может мы продавать и мы пройдем я говорю да не надо я футбол на самом деле это единственный человек у которого комментировать футбол получается лучше чем комментировать свою жизнь пожалуйста роман рандом это это рандом я напоминаю что рандомный прогноз у нас умножается на трим как всегда давайте вы ребята озвучивайте пожалуйста что у вас там хотя бы одна не забьет хотя бы 1 владислав поделитесь к что вы обсуждали такая история желтая карточка за симуляцию но в товарищеском матче представить россия вьетнам желтую симуляцию вот там если николай николаевич поработать только если он сам выйдет а что насчет аргентины чили аргентина чили но другого матча я просто не представляю там специальный матч симуляции они же подсказывают лео португалия есть же есть португалия николай николаевич а владислав николаевич ну вообще по логике нужно брать матч в котором не будет вар и скорее всего это матч сборной россии мы выбрали хотя бы одна не забьет в матче россия вьетнам пиздец это тяжелейшая у них ставка выпал тяжелейшая задача сборной россии сколько стоит аргентина чили зафиксировали друзья мои на этом на сегодня все подпишитесь на канал через неделю через неделю у нас будет просто горячая пора потому что у нас на носу будет цска зенит например николай николаевич вернется и привезет нам звездочку рафида трахея пизотрон что что опиза трон опиза трон чтобы это не значило кубок надеюсь кубок и самое главное кубок и пожалуйста кубок южных морей прямо сейчас капитан писарев кубок южных главное покажите нам пожалуйста хороший футбол вы лично да это футбол брат каждую неделю мы здесь вместе с вами если youtube еще будет работать но мы всегда есть навыка переходите по ссылкам погнали костя из детстве какой то а